МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновск. Студия Гульнара Шарипова. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Россия и Китай налаживают новые торговые маршруты. Опыт сотрудничества Ульяновской области и КНР представлен на Совете по межрегиональному взаимодействию в формате Волга-Инзы. Люди в камуфляже строят веру. Бойцы мотострелкового батальона «Ульяновск» возводят церковь и мечеть на линии соприкосновения. В Большом Нагадкино возводят водонапорную башню. Живительная влага будет и в сезон поливов, и даже в засуху. Он один может заменить оркестр. Сегодня Международный день пианиста. Как его отмечают в Ульяновске, расскажем в конце выпуска. Опыт сотрудничества Ульяновской области и Китая представлен на Совете по межрегиональному взаимодействию в формате Волга-Инзы. К слову, форум проводится уже в восьмой раз и имеет плодотворную десятилетнюю историю. Заседание Совета состоялось в городе Нянчан при участии полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. За 10 лет действительно регионы внесли большой вклад в развитие отношений между нашими странами и серьезно продвинулись в развитии отношений. Отношения эти касаются не только развития торговли между регионами наших стран, но и в области образования. Есть межвузовская ассоциация, в которую входит 35 вузов провинции Реги-Инзы и 50 вузов Приволжского округа. По словам Полпреда, по итогам 2023 года товарооборот между странами демонстрирует положительную динамику. При этом рост по регионам Приволжского федерального округа превышает общероссийский показатель. Он увеличился на 58%. О сотрудничестве Ульяновской области и КНР рассказал и глава региона Алексей Русских. Особое внимание уделили совместному логистическому проекту контейнерных перевозок из Китая в Ульяновск. За 9 месяцев этого года мы приняли 17 поездов с доставкой 1040-футовых контейнеров. Регион настроен на расширение промышленной кооперации и создание новых производств. Один из примеров – сборка малотоннажных грузовиков на базе производственных мощностей УАЗ. По итогам Совета стороны договорились активизировать совместную работу по заключению новых договоров о сотрудничестве, а также продолжить реализовывать уже имеющиеся соглашения. Созидать можно даже на войне. В зоне специальной военной операции в лесах растут храмы. Ребята из мотострелкового батальона «Ульяновск» строят полевую церковь и мечеть. Наш следующий репортаж из зоны боевых действий. Звуки пил и топоров раздаются на Красно-Лиманском направлении СВО. Пока сюда не пришла холодная осень и светит солнце, а люди в камуфляже строят веру. Православный храм и мечеть растут на линии боевого соприкосновения. Бревенчатые стены, каменные полы и вот уже первые свечки загораются внутри. Статный батюшка дал благословение на строительство этого храма. Храм будет святого Георгия. По идее командования, храмы в позиционном районе подразделения будут построены в ближайшее время. На стройке по личному желанию работают военнослужащие из Ульяновска, сменившиеся с позиции на линии боевого соприкосновения. Неделю через две должна быть готова. Стены будут вплоть до наката засыпаны. Ну и накат сверху тоже будет насыпаться с песком. Все-таки мы в зоне боевых действий. И никто не застрахован от того, что сюда могут быть прилеты. А посему приходится скрываться. Военнослужащие говорят, здесь на фронте разделения на христиан и мусульман нет. Мусульмане вместе с боевыми братьями-христианами выкладывают природные камни для храма Георгия Победоносца. А православные помогают товарищам, исповедующим ислам, в обработке древесины для полевой мечети. Решили назвать именем погибшего нашего товарища Марса. Это будет на земле. Это будет на земле. Будет мечеть чуть-чуть по-другому. У него маленькая манара будет сверху. И будет, ну, у нас свои правила, там, хакик ставить. Там у нас есть такое название, кибла называется. Это на восток. Смотрит на восток мечеть. Это все сплачивает. И очень важно это на войне. Командование подразделения отмечает, что такая работа позволяет не просто сплотить, но и повышает боевой дух. Ксения Грищенко, Вести Ульяновск. Многолетняя проблема с водоснабжением в Большом Нагаткино должна скоро решиться. Сейчас там идут завершающие работы по установке водонапорной башни. И село должно начать получать живительную влагу не по графику, а без перебоев. Причем даже в летний период, в сезон поливов и возможных засух. За установкой важного гидротехнического сооружения. Сегодня наблюдала Элла Шахова. В июле этого года наша съемочная группа уже выезжала в село Большой Нагаткино. Местные жители рассказывали, что без воды могли сидеть сутками. А между тем лето, жара, полив огородов. И один колодец на всех. Когда вот этой воды не было, все люди, то есть ближайшие домы, все шли туда, за этой водой. Естественно, она там кончалась. И там в конце уже вот эта вот муть, то есть с желтым оттянком. Ну и мы же живем в конце-то концов в цивилизованном мире. Мы хотим, чтобы у нас кран открылся и вода оттуда, соответственно, поступила. Зимой, говорят местные жители, не менее удручающе обстояли дела с водонапорной башней. Пользу от этого находила только Нагаткинская ребятня. Старая башня, она и текла. А тут зимой, знаете, какие глыбы льда висели. Страшно было, дети его... А дети, они же идут туда, где покататься, в тот, а лед. Вот могли пострадать просто. Проблема с водой в селе Большой Нагаткино сложилась давно. Основная причина – изношное состояние объектов водоснабжения. Чтобы решить вопрос, на сумму в 2 миллиона рублей заменили часть водопровода протяженностью полтора километра. Там, где больше всего было протечек. Полностью обновляется и накопитель водонапорной башни. Стальной бак конической формы с цилиндрическим днищем выполнен из стали СТ-3, пригодных для эксплуатации в нашей климатической зоне. Бак может вместить 150 кубов воды. Этого более чем достаточно даже в сезон полива, уверяют в администрации села. Стоимость накопителя вместе с работами около 2,5 миллионов рублей. Гарантия – три года. Мальчишкам, которые варили эту башню, они в последнее время без выходных. И вчера, например, где-то до 10 стучали здесь. Молодцы так-то. Вот уже монтажом новой башни, что мы запустим ее, наверное, через неделю где-то у нас будет улучшено и налажено полноценное водоснабжение населению. Но бурение новой скважины для Большого Нагадкина – все это улучшит качество и повысит надежность водоснабжения села. Илла Шахова, Михаил Державин, Вести из Цельнинского района. Сегодня прошло очередное заседание Ульяновской городской думы. Парламентарии, в частности, обсудили изменения в бюджет нынешнего года. Так, в рамках модернизации школьного образования 133,5 миллиона рублей направят на капитальный ремонт, расположенный в засвияжье школы номер 7, которая носит имя Веры Кашкадановой. В здании проведут масштабные работы от ремонта кровли до замены полов и модернизации тепла и водоснабжения. Реконструкцию планируют завершить к следующему учебному году. Также планируется обновление оборудования в школе. Так как наша школа Кодеска единственная в городе Ульяновске, мы планируем обустроить на современном уровне кабинет физики, кабинет ОБЖ. И также благоустроить спортивную площадку на территории школы. Также городские парламентарии поддержали изменения мер, направленных на реализацию инициативных проектов на территории Ульяновска. Максимальная стоимость одного проекта народного бюджета увеличивается с 2 до 3 миллионов рублей. А в бюджете следующего года городская дума планирует значительно увеличить финансирование народных инициатив. Мы внесли изменения в решение городской думы, которая поделяет порядок реализации инициативных проектов. Это тот самый народный бюджет, который предусматривает по сути прямое управление жителями города Ульяновска наполнение нашего городского бюджета. И здесь мы однозначно будем увеличивать сумму в следующем году до 50 миллионов рублей. В этом году это 30 миллионов. Депутаты утвердили дату публичных слушаний по бюджету города на следующий год. На сей раз это 24 ноября. За оставшееся до этого числа время городской парламент изучит главный финансовый документ будущего года на заседаниях профильных комитетов. Окончательно принять бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов депутаты Ульяновской гордумы планируют 6 декабря. Наш следующий материал посвящен всем, кто любит волшебные звуки фортепиано и умеет извлекать их с помощью клавиш. Сегодня мир празднует Международный день пианиста. Дата не имеет официального статуса, но благодаря музыкальному сообществу год от года становится все популярнее, в том числе и в Ульяновске. Волшебство, проникающее вглубь сердца. Плавные, но в то же время ударные нажатия на клавиши рождают мелодию. Одно прикосновение и время замедляется, унося тебя в мир полный чувств. При помощи семи нот строится фортепианная музыка. У каждой своя толщина струны, за счет чего мы слышим низкое и высокое звучание. Но сам звук запускает удар молоточка. Молоточек при нажатии на клавишу ударяет об эту струну, и струна начинает вибрировать. Для Ксении Соколовой мир звуков говорит больше, чем мир слов. Еще в юном возрасте она начала проявлять интерес к музыке. Выбор пал на фортепиано. И не случайно. Потому что это оркестр. Настоящее звучание оркестра можно заменить одним инструментом. Потому что это потрясающая игра тембров, потрясающее изображение стилей. Для меня всегда это был приоритетом. Международный день кто-то из мастеров встречает на сцене со своими слушателями. Но все же главная компания для любого пианиста в свой профессиональный праздник – это музыка и любимый инструмент. Дарья Цибина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. На этом у нас все. Хорошего вам вечера и до новых встреч в эфире. Академия российского телевидения проводит финальные мероприятия 22-го Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Волгоград. Церемония награждения победителей. Подробности на сайте teffi.ru Субтитры предоставил DimaTorzok Завтра днем по области от 3 до 8, в Ульяновске от 5 до 7 градусов. Завтра днем по области от 3 до 8, в Ульяновске от 5 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 до 8 до 8.